Здравствуйте! В эфире выпуск новостей телекомпании ТВИН в студии Павел Берсенев. Сегодня я расскажу вам о самых заметных городских событиях и сейчас коротко о главном. Крупнейший инвестиционный проект Магнитогорска. Председатель Совета директоров ПАО ММК Виктор Рашников посетил стройплощадку будущего парка притяжения. О развитии города из первых уст. Глава Магнитогорска Сергей Бердников встретился с коллективом МЭКа. Я б людей лечить пошел, пусть меня научат. В стенах Магнитогорского медицинского колледжа состоялась ярмарка вакансий. И сейчас об этих и других событиях более подробно. Первую очередь крупнейшего инвестиционного проекта парка притяжения планируют сдать в эксплуатацию летом нынешнего года. Об этом заявил председатель Совета директоров ПАО ММК Виктор Рашников в ходе очередного визита на стройплощадку уникального масштаба страны объекта. Напомним, и сам проект, и ход его реализации находятся под личным контролем Виктора Рашникова. Своими впечатлениями от темпов и качества строительства Виктор Филиппович поделился с нашей съемочной группой. Работы на гигантской стройплощадке не прекращаются ни на день. Уникальный социокультурный кластер все больше приобретает зримые очертания. Закончено строительство чаши светомузыкального фонтана. На очереди монтаж необходимого оборудования. Также полным ходом идут работы на пусковых капитальных объектах первой очереди. На строительстве информационного центра и фудмола полностью завершены монолитные каркасные работы. Строители приступили к монтажу витражей и чистовой отделке фасадов. Планируется, что первая очередь будет сдана к Дню Металлурга. Первый этап парка протяжения, вот сейчас мы его еще внимательно рассмотрели, площадью 27. 27 гектар будет запущен в Дню Металлурга. Ну то есть всего осталось нам два месяца и через два месяца все мои руководители обещают, что это действительно будет как вот тут все нарисовано, так и будет здесь. Я думаю, действительно для этого все у нас есть. И сегодня мы уже видим яркие очертания и посадку. Приступили к посадке деревьев. Вы уже сказали, что 300 больших деревьев, 4 до 5 метров, так сказать, уже посажены. Еще где-то будет порядка 500 также штук больших деревьев. И подготовлено порядка где-то 16 тысяч кустарников, 280 тысяч цветов. И это сегодня уже сюда завозится и к концу мая будет все, так сказать, сюда привезено. Из 27 гектаров территории первой очереди 23 займет парковая зона. Газоны займут площадь 125 тысяч квадратных метров. Особое внимание пешеходным, беговым и велодорожкам. Только пешеходных планы заложено около 4 километров. Для бегунов там около километра, велосипедистов и роллеров тоже где-то порядка там около километра будет. Вот это вот уже на первом этапе все это будет сделано. Но помимо этого мы увидим с этой стороны, который делается, да, роллер-парк, который тоже мы должны успеть. И с этой стороны детская открытая площадка со своими тоже разнообразными аттракционами. Я думаю, вы просто возьмите их и вам их подробно, так сказать, все расскажут. Ну и находимся мы все с вами на бульваре. Находимся возле фонтана, где бульвар, видите, полным ходом идет уже мощение. И уже, так сказать, в чистовой стадии по светому и музыкальному фонтану на сегодняшний день мы строительные дела закончены. Монтаж оборудования, который внизу уже тоже выполнен, то есть там порядка 90%. Ну и вот сейчас приступает к монтажу верхнего состава оборудования. И в июне месяце, в июне месяце, это порядка 10-го, уже будет, так сказать, первые пробные делать испытания. Согласно проекту, на территории парка в скором времени также появятся музейно-образовательные комплексы, объекты спортивно-событийного кластера, многопрофильного медицинского центра, площадь комплекса всех планируемых зданий составит около 100 тысяч квадратных метров. Оставшаяся от 400 гектаров часть территории станет мультифункциональным парковым пространством. Окончательный облик парк обретет в 2025 году. И, конечно, станет местом притяжения для горожан и гостей города. У нас это необычно большой такой социальный проект. С капитальными мы всегда справлялись. Сколько мы, так сказать, работаем, мы всегда четко, так сказать, выполняли. Ну, надеюсь, что и уверен, что мы здесь тоже справимся. Наши опытные команды набраны сегодня, еще 100 человек поселения будет на следующей неделе, для того, чтобы кто-то этот проект вот сделал. Параллельно с текущими задачами, отметил Виктор Рашников, идет подготовка к реализации следующего этапа, включающего создание видового холма высотой около 40 метров. Холм будет не только смотровой площадкой, но и подготовлен для всесезонного активного отдыха. Также ведется подготовка к возведению уникального сооружения – озера. Его площадь составит около 12 гектаров. Виктор Рашников в очередной раз подчеркнул, никакие колебания экономической конъюнктуры на качество и сроки строительства не повлияют, равно как и на объем социальных инвестиций ММК в целом. Добровольно принятые социальные обязательства перед жителями города являются частью курса развития комбината и будут выполнены. Игорь Гурьянов, Александр Власюк, Олег Карпенко, телекомпания ТВИН Профсоюз – это сила. А первичная профсоюзная организация ММК – одна из самых мощных и эффективных не только в горно-металлургической отрасли, но и среди всех промышленных предприятий России. Не случайно именно Магнитогорск выбрали в качестве площадки для своего выездного семинара коллеги из Нового Уренгоя. Насколько полезным оказался обмен опытом, выяснял мой коллега Павел Зайцев. В Горно-металлургическом профсоюзе России 410 тысяч работающих членов. Первичная организация ММК – крупнейшая в отрасли. Она насчитывает около 48 тысяч, примерно 12%. В межрегиональной организации «Газпромпрофсоюз» состоят 340 тысяч работников. Актив новооренгойского подразделения сам выступил с инициативой побывать в гостях у металлургов. Знаменитый действительно комбинат металлургический, который 90 лет уже недавно совсем отметил это событие. И наработано очень много вопросов в профсоюзной деятельности, я уже не говорю о производственной деятельности, потому что мы сегодня посетили комбинат, это действительно впечатляет. Цели и задачи, они по сути едины. Что профсоюз нефтяников, что газовиков, что металлургов. Вот это защита трудовых интересов работников членов профсоюза. Защита социальная, правовая, в области охраны труда, обеспечение питанием, спецодеждой, средствами индивидуальной защиты – все это задачи профсоюзных организаций. А особенный акцент выездного семинара новооренгойской первички – работа с молодежью. Средний возраст сотрудников «Газпромдобычи» около 41 года. В основной группе цехов ММК 37 лет. Так что нынешняя тема более чем актуальна. С молодежью нужно работать. Молодежь – это довольно незащищенная возрастная группа населения. Молодежь нужно знать, требования молодежи как к работе, к досугу, к взаимоотношениям. Они особенно немножко отличаются. Условия для личностного развития и профессионального роста – социальные лифты. Факторы, которые помогают и в нынешнее время поддерживать престиж рабочих профессий. Молодежи ММК, помимо карьерных перспектив, предоставляется солидная поддержка в самых разных направлениях и масса возможностей для занятий спортом, культурного и познавательного досуга. А с некоторых пор профсоюз предприятия для более эффективной работы с молодыми сотрудниками использует и новые цифровые технологии. Эта практика была также интересна гостям. На наш взгляд, профсоюзная организация, комбинат является одной из лучших. И когда мы выбирали площадку, где мы будем говорить о молодежи, мы пришли к выводу, что именно здесь мы можем прекрасно поработать, обменяться опытом. Несмотря на то, что прежде коллеги из Магитогорска и Нового Оренгоя не встречались, у предприятий всегда были объединяющие факторы. Во-первых, оба производства относятся к категории опасных и вредных. Во-вторых, именно ММК является главным поставщиком металла для продукции, используемой в нефтегазовом секторе. Теперь, когда состоялось и личное знакомство, точек соприкосновения стало еще больше. Павел Зайцев, Олег Карпенко, телекомпания ТВИН. Новые дороги, масштабные ремонты, улучшения экологии. Какие еще преобразования ждут Магнитогорск в ближайшие годы, рассказал глава города Сергей Бердников на традиционной встрече с коллективами и предприятиями. На этот раз он пришел в МЭК. О важнейших изменениях в самых разных сферах городской жизни наш корреспондент. Глава начал с итогов 2021 года. Сделано, отремонтировано и благоустроено было многое. И как результат, Магнитогорск занял четвертое место в рейтинге городов с самым высоким качеством жизни, который провел финансовый университет при правительстве России. Так, например, наши дороги по качеству давно лидируют на Урале и даже в Центральной России. Ежегодно в городе ремонтируется и строится 40-50 километров дорог. Согласно стратегии, дорожники уходят от ямочных ремонтов. Мы делаем уже большими картами, вы заметили, да? Мы сразу... То есть, на самом деле, единовременно это дороже, а в разрезе, скажем, пяти лет это значительно дешевле. То есть, вот первый год как-то нам не выгодно, второй. А вот третий, четвертый, пятый год я уже вижу, что у нас появляется в этом плане эффективность. То есть, те дороги, которые мы сегодня ремонтируем, они стоят. И мы к ним не возвращаемся. А раньше мы каждый год делали одни и те же дороги. Особое внимание уделяется городским паркам и скверам. Продолжает преображаться парк у Вечного огня. Так в этом году совместно с комбинатом будут развивать береговую линию в сторону Лукоморья. Сделаем одну общую зону, и там будут все эти механические у нас с вами возможности для отдыха. То есть, комбинат там сегодня будет, моторки всевозможные, вот эту всякую историю механизированную. Плюс, вы видели, у нас появилась спортивная секция. В прошлом году впервые пошли яхты парусные. Затронул глава и решение социальных вопросов. В городе продолжается строительство садиков и школ. Что же касается больниц, было принято решение не восстанавливать постоянно старые помещения, а построить новое рядом с парком притяжения. Со следующего года планируют начать строительство, которое займет пару лет. Многофункциональный медицинский центр, он должен объединить в себе все вот эти вот направления, и запустив его, старые больницы, ту часть вот убитую, мы просто выведем из оборота и строим. Закончил свое выступление Сергей Берников тема экологии. Благодаря масштабной экологической программе ММК она улучшается с каждым годом. Есть коэффициент загрязнения атмосферы, киза так называемый. Это стоят датчики вокруг города, по всему городу, и они мерят количество превышающих нормативные показатели выбросов вредных. Вот, так вот, ну я просто скажу, что мы с вами подошли в прошлом году, закончили год с коэффициентом 5,5. 5 – это уже зеленая зона. Что касается мусорного полигона, он уже готов, его запустят в этом году и приступят к рекультивации городской свалки, что значительно улучшит экологию. Юлия Черешнева, Александр Макаров, телекомпания ТВИН. Более полумиллиона цветов расцветут на городских клумбах уже в ближайшее время. В Магнитогорске идут работы по озеленению парков и скверов. Специалисты по традиции выбрали для высадки устойчивые к уральскому лету сорта петуний, тагетисов и пеларгоний. Клумбы и газоны города расцветают на глазах. В Магнитогорске начались активные работы по высадке цветов. В начале мая в первую очередь были высажены морозостойки сорта пеларгоний. Сейчас озеленение парков, скверов и дорожных развязок продолжается. В данный момент мы высаживаем тагетис, будет еще петуния и цинерария. Тагетис желтый, тагетис оранжевый. Петуния разноцвета, она всякого цвета бывает, и красная, и синяя, и белая. По схеме, по технологии между цветами 30-20 сантиметров. В этом году в городе планируется и вертикальное озеленение. Оно будет оформлено ампельными петуниями. На объектах в ежедневном режиме трудятся специалисты предприятия «Магнитогорск Инвестстрой». Силой «Магнитогорск Инвестстрой» в городе «Магнитогорске» будет высажено более полумиллиона цветов. Украшены будут более 51 клумбы и вазонов общей площадью в 11,5 тысяч метров квадратных. Данные морозостойкие цветы высажены в таких скверах Димитрово, Ломоносово, у монумента Телфронту. Также клумбы уже расцвели на площади торжеств. В сквере у Стелы Славы «Магнитки» всего в данный момент высажено более 100,5 тысяч цветов. Работы по озеленению будут закончены в самое ближайшее время, если позволят погодные условия. Евгения Солхудинова, Денис Иванов, Алексей Витчинкин, телекомпания ТВИН. С профессией они определились несколько лет назад. Теперь настало время сделать выбор в пользу места работы. В стенах Магнитогорского медицинского колледжа для будущих выпускников состоялась своего рода ярмарка вакансий. Потенциальные работодатели пригласили молодые кадры в свои учреждения и рассказали обо всех бонусах, которые они готовы предложить. 58 медицинских сестер и 43 фельдшера в этом году выпустят Магнитогорский медицинский колледж имени Петра Надеждина. Вопросы о трудоустройстве, пожалуй, самые главные из тех, что волнуют сейчас молодые кадры. Татьяна Цепелева одна из немногих, кто уже определился с местом работы. Проходила практику в Трестовской поликлинике номер один на Советской 88 возле Радуги Вкуса и буду там работать уже с врачом, неврологом. Отношения хорошие, коллектив хороший. Для тех, кто еще на распутье в стенах колледжа, накануне состоялось традиционное мероприятие День открытых дверей. Сегодня на базе нашего колледжа состоится встреча выпускников специальности лечебное дело, сестринское дело и потенциальных работодателей. К нам приехали гости из Кизильской центральной районной больницы, из районной больницы село Чесьма, а также представители медицинской организации нашего города. Надеемся, что данная встреча поможет молодым специалистам определиться с местом будущей работы. Представители более 10 медицинских учреждений города и области приняли участие в мероприятии. Выпускникам без пяти минут квалифицированным медсестрам и медбратьям действующие специалисты рассказали о своих организациях и о том, какие преимущества они получат вместе с трудоустройством. Алла Васильева, главный врач районной больницы села Кизильского, среди бонусов, которые ожидают медицинских работников, приехавших работать в сельскую местность, назвала единовременные выплаты, которые станут хорошим стартовым капиталом. Также районная администрация готова помочь в погашении кредита на покупку жилья. Кадровый вопрос был и есть один из самых актуальных. Кадры решают все, как мы помним. Когда кадров нет, никакое оборудование, никакие ремонты не имеют значения. Наша главная задача, чтобы медицинская помощь в селе была доступная, была комфортная, была на хорошем профессиональном уровне. Ее коллега, представитель Чесменского района Елена Рычкова, к преимуществам работы в сельской местности добавила живописные окрестности и более спокойный рабочий ритм. Мы очень сильно нуждаемся в медсестрах и, в частности, мое любимое отделение скорой помощи нуждается в фельдшерах. Работаем мы сутки через двое, работаем в одного фельдшера. Радиус небольшой, всегда можем прийти, вторая бригада может приехать на помощь, поэтому пусть едут ребята, не боятся. Я работаю 28 лет, как бы ни разу не пожалела, также приехала в другом районе. Очень хорошие подъемные, плюс служебное жилье предоставляется. Представители центральной медико-санитарной части и Центра охраны материнства и детства также рассказали о том, в каких специалистах нуждаются. Сейчас штат учреждения укомплектован практически полностью, но двери поликлиник и стационаров всегда открыты для молодых и амбициозных. Структура нашего центра очень-очень большая. Это и акушерский модуль, и педиатрический. В акушерский модуль у нас входят женские консультации, акушерские стационары, педиатрический модуль – это пять детских поликлиник. То, что сейчас появляется современное оборудование, нашим студентам, нашим будущим коллегам будет очень интересно работать. Все лекторы оставили выпускникам контакты. Время подумать над предложениями у них еще есть. В том, что без работы не останется ни один из специалистов, руководители колледжа не сомневаются. Из этих стен ежегодно выходят десятки медработников, которые делом доказывают свою высокую квалификацию. Евгения Солхудинова, Алексей Витчинкин, телекомпания «ТВИН». «Стальное сердце Родины» – всероссийский конкурс детского изобразительного творчества с таким названием состоялся в Магнитогорске. Лучшие, по мнению жюри работы, обрели временную прописку в Краеведческом музее. Мероприятие стало своеобразным подарком градообразующему предприятию на 90-летний юбилей. 122 представителя детских художественных школ и детских школ искусств в Челябинской и Свердловской областей отправили свои работы для участия в конкурсе «Стальное сердце Родины». В общей сложности на суд жюри представили более 150 картин. Я работала примерно три занятия. Сначала делается эскиз, потом я заливала весь лист красным цветом для контрастности, а потом уже наносила основные цвета. Оценивались композиция, цветовой строй, оригинальность замысла, профессионализм исполнения работ. Творцы трудились в разных техниках – монотипе, гуашь, акварель, цветная и черно-белая графика. У нас было пять возрастных категорий, и маленькие совсем детки от 5 лет, и старшие до 17 лет. Поэтому сильных работ было много. Поскольку традиционный конкурс «Стальное сердце Родины» в этом году посвятили 90-летнему юбилею ММК, комбинат и стал основным источником вдохновения для юных художников. Дарья Малинина своими тремя работами прежде всего хотела порадовать дедушку. Он у нее заслуженный металлург России. Чтобы не сделать ошибок, художница подробно изучала фотографии комбината и слушала рассказы почетного столевара своей семьи. У меня эта ассоциация идет с военным временем, когда наш комбинат работал не покладая рук на производство стали, для танков, для оружия. Помимо магнитогорских юных художников, в конкурсе «Стальное сердце Родины» приняли участие ребята из Агаповки, Верхнеуральска, Сима, Нижнего Тагила. Было очень интересно смотреть на работы ребят из других городов, то увидеть, как они видят наш комбинат, которого они ни разу не видели. Жюри пришлось непросто. В итоге ведущие педагоги-художники Магнитогорска назвали имена 60 призеров конкурса и дипломантов. Лучшие работы заняли место в Краеведческом музее. Совершить своеобразную экскурсию по комбинату можно в рабочие часы. Сами же участники конкурса «Стальное сердце Родины» отметили. В процессе работы над картинами узнали для себя много нового о работе людей горячих профессий ММК. Я думаю, что интересно знать, где работают их папы, дедушки, у кого-то и мамы, и бабушки. Потому что не только город связан с комбинатом, но каждая семья Магнитогорска так или иначе, по сути, связана с металлургическим комбинатом. Дина Наумова, Алексей Витчинкин, телекомпания ТВН. Десятки квадратных метров красоты, качества и вкуса. В торговом центре «Славянский» начала свою работу выставка-ярмарка региона России. Полезные сладости, вкуснейшие мясные и рыбные деликатесы, стильная бижутерия, многофункциональные гаджеты для дома и сада – все это магнитогорцы могут приобрести уже сейчас. Мы привезли к вам наши южные абхазские специи, приправы, дорогие гости. Приходите к нам, выбирайте. У нас крафтовые сыры, уникальные, с выдержкой фермерского производства. Мы представляем шведское микроволокно, высококачественное. Здесь можно убрать весь дом без химии. Приглашаем вас на ярмарку за украшениями ручной работы. За качественными, полезными и вкусными товарами магнитогорцев приглашают регионы России. На выставке-ярмарке представлена удобная верхняя одежда, плащи и ветровки. Также здесь можно обновить летний гардероб, выбрав одежду для прогулок и дома. Вещи из натуральных тканей станут отличной альтернативой масс-маркету. А дополнят образ стильные аксессуары, сумки, украшения, актуальные броши и бусы, авторская бижутерия из натуральных камней. Создать завершенный образ помогут и головные уборы, шляпки и панамы в различных цветовых вариациях. Широко представлены на регионах России товары для дома и сада, профессиональная посуда для домашнего использования и многофункциональные гаджеты. Начался сезон садовых работ и мы представляем широкий ассортимент инструментов для садов. Это начиная лопаты, пилы и заканчивая вот такой широкий ассортимент секаторов. Секатор снабжен храповым механизмом, который позволяет резать ветки диаметром до 3 сантиметров, буквально без никакого усилия. На ярмарке работает мобильная оптика. Совершенно бесплатно жители Магнитогорска могут проверить зрение и, если необходимо, подобрать очки на специальном аппарате. Изготовят линзы тоже на месте с помощью высокотехнологичного оборудования. От сложных, бифокальных и прогрессивных до простых, астигматических и сложных, а также защитных хамелеонов, компьютерных, блюблокеров, антифогов. Также мы можем затонировать вверх темнее линзочки, низ светлей для удобства ношения на улице и в помещении. Большой выбор оправ на любой вкус и кошелек. Также есть готовая оптика и солнечные очки. За полезными и вкусными лакомствами тоже на выставку-ярмарку. Здесь для покупателей представлена целая линейка белорусских мясных деликатесов. В ассортименте фермерские сыры, в том числе и многолетние выдержки из овечьего и козьего молока. И, конечно, более 30 видов дальневосточной рыбы – тунец, горбуша, семга, чавыча и белорыбеца. Есть в наличии свежая зернистая икра. Неподалеку натуральные специи, ароматный чай не оставят равнодушными покупателей сладости. Кешью в укропном или тыквенном йогурте, миндаль с кинзой. Среди кондитерских изделий чайного дома Орловых есть лакомства, изготовленные и без добавления муки и сахара. Уникальность их в том, что мы их делаем из яблочного пюре, яичного белочка и натуральной ягодки. Всё это у нас в замес добавляется и ничего более. Выставка-ярмарка региона России будет работать в торговом центре «Славянский» с 18 по 22 мая. Покупатели ждут с 10 часов утра до 7 вечера. И это всё, о чём мы успели рассказать вам сегодня о новых местных событиях в следующем выпуске информационной программы «Время местное». Новости этого выпуска, а также многое другое, вы найдёте в наших группах, в социальных сетях и на нашем сайте tvdfizin.ru. Впереди вас ждут полезные и коммерческие информации, а также прогноз погоды на 19 мая. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова